Привет, друзья! Вы на канале художественной студии ВикиАрт. Я Виктория Чаприяновская. На канале давно не выходило никаких новых видео, но я стараюсь исправиться. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Сегодня я буду выполнять скетч «Яблоко и груши», на который у меня ушло в реальном времени около 40, может быть, 50 минут. Вот такой результат у меня получился. И сегодня я буду опираться на предыдущее мое видео, где я рассказывала о светотеневых градациях. Вы можете перейти на него по ссылке под видео. Там я подробно разбираю все светотеневые градации и всю теорию, как передавать объем на плоском пространстве листа. В этот раз я умышленно делаю штрих немного грубоватым, оставляя между линиями больше пространства, чем делаю это обычно. Так вам будет виднее направление штриха. Вот на картинке вы можете хорошо видеть, что линии ложатся по форме предмета. Особенно явно это должно быть видно в полутоне, а свет и тень, в принципе, можно оставлять пятнами, которые сливаются внутри себя по тону. То есть главное всегда для передачи шероховатости, для передачи формы предмета, это всегда полутон. То есть полутон передает не только тон и цвет предмета, но еще и фактуру. Я буду рисовать с натуры. Вы сейчас видите предметы, которые я буду рисовать. Видите, что они освещены не совсем прямо. То есть у меня в студии работает несколько источников освещения, несколько ламп, но на них попадает более яркий свет из одной лампы. Это потолочное освещение, то есть сверху и немного сбоку. В этом случае будут видны более яркие рефлексы, но это не совсем рефлексы, а они высветляются вплоть до уровня полутона, если со стороны тени есть более тусклый второй источник освещения. Вы видите, что яблоко и груша разного цвета, но цвет меня в данном случае не интересует. Я буду рисовать простым карандашом, значит рисунок будет черно-белым. И для меня важным остается только тон предметов. Тон, то есть их темнота. Я вижу, что зеленая груша явно светлее яблока, поэтому ее тон будет в целом светлее. Построение я начинаю сразу с двух предметов, с расположения их на листе, то есть установки композиции. Немножко нужно предметы приподнимать, то есть зрительный центр всегда находится выше середины листа, поэтому снизу, от нижнего края листа должно быть больше пространства, чем от верхнего. Я начинаю штриховку с тени, постепенно усиливая тон и мягкость карандаша, давая понимание формы предмета и уже потом прорисовываю такие детали, как бугры, груши, то есть там есть переходы света тени, есть отражения падающие тени, есть рефлексы, которые подчеркивают форму груши в нижней ее части. Блики оставляю максимально четкими и тон света немножко затемняется. Градация полутона передает натуральный тон и цвет предмета. То есть именно в этом месте мы видим настоящую темноту и цветность яблока и груши. В моем случае источник освещения находится на расстоянии от предметов, достаточно далеко, поэтому полутон будет широким. Для того, чтобы максимально выразить грушу в объеме, стоит обратить внимание на три градации. Это две крайние, слева и справа, то есть рефлексы и световой полутон, а также центральная, максимально близкое место к зрителю в начале собственной тени. Очень важно, чтобы направление штриха у крайней градации было по форме груши, то есть заворачивая буквально вертикальным штрихом за нее, заводя ее на второй план. Теперь перехожу к яблоку. И учитывая то, что яблоко темнее, чем груша, я сразу закладываю тон тени яблока темнее, чем тон тени груши. Свет на яблоке будет темнее, чем свет на груши. Но всегда любая тень темнее любого света, то есть свет на яблоке будет светлее, чем тень на груши. Это очень важно, когда вы рисуете предметы разного тона, и даже если вы рисуете черные и белые предметы, которые находятся рядом, всегда тень белого предмета будет темнее, чем свет черного предмета. Вы можете поэкспериментировать, поставить что-нибудь в себя дома под направленный источник освещения, посмотреть на тон света и тени. То есть любая тень всегда будет темнее любого света. Также важно подчеркнуть место касания предмета к поверхности стола, то есть начало падающей тени. Падающая тень от хвостика, а также падающая тень в глубине ямочки под хвостиком, должна быть темнее собственной тени. Вот такой результат у меня получился. Теперь давайте посмотрим на схему светотеневых градаций. Вот я зарисовала для вас такую схемку. Здесь все подписано по номерам, потому что очень дробные получились формы. Конечно, здесь схема гораздо сложнее, чем на уроке, где я показывала, как рисовать яблоко. Там все было очень упрощенно. В реале мы видим, что груша более имеет сложную форму, чем яблоко, и поэтому изгибы и количество бликов на ней будет больше, соответственно, на каждом изгибе, на каждом бугорке. Форма полутона будет повторять форму груши. И тень, рефлексы будут на каждом из объемов этих бугорков. Чтобы понять светотеневые переходы у яблока, я вам рекомендую перейти на мой урок, где я рисую яблоко, и там я даю подробное объяснение светотеневых градаций с их разъяснением. Все градации сохраняются, соответственно, это блик, свет, световой полутон, теневой полутон, рефлексы, собственная тень, падающая тень, отражение падающей тени, и по контуру собственной тени идет ближайшее место к зрителю, которое мы выделяем особым контрастом. Я об этом говорила. Форма и контуры градаций ложатся по форме предмета, и штрих вы можете накладывать тоже по форме линий и контуров этих градаций. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, рассказывайте о нем в социальных сетях, делайте ссылки, репосты, потому что это очень помогает развитию канала, и я думаю, мы будем с вами видеться теперь чаще. Спасибо за просмотр, всего доброго, успехов в рисовании, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok